Нифига себе, сколько зрителей забралось. Так, ладно, надо начинать. Чего вы все подглядываете? Я не могу так снимать. Хеп-хоп-тарадарадам-пам-пам-пам-пам. Почему уехали из Калифорнии? Об этом сегодня в видео я расскажу. Меня зовут Леонид. Здравствуйте. Кто не знает, мы жили в Калифорнии. Сейчас мы живем в Южной Каролине. Уже ровно три недели. Вот, кстати, сегодня ровно три недели. Ура! Я вас всех поздравляю. Сегодня ровно три недели мы живем в Южной Каролине. На самом деле очень много причин. Самая глобальная причина. Это причина финансовая. То есть в Калифорнии стало очень-очень-очень-очень дорого. Да, там стало очень дорого. Расходы повышаются постоянно. А доходы, как были в 2014 году, так и остались. В принципе, доходы не увеличивались с 2014 года до сих пор. Кто не знает, я работаю в траковом бизнесе. Я работаю трак-драйвером, водитель дальнобойщик в США на Фуре. В 2014 год мы переехали в Калифорнию. И с того момента до сегодняшнего, ну до 2020 мы жили в Калифорнии. И я вам честно скажу, что в принципе доходы по траковому бизнесу особо никак не увеличились, не поменялись. Рамки постоянно зажимаются со стороны чиновников, так скажем. Раньше как можно было там где-то локбук там что-то замутить, третья, десятая, где-то то, третья, пятая. Ну короче, не буду об этом подробно рассказывать. Я думаю, многие и так знают. Сейчас рамки зажались и у меня доходы особо не поменялись. Приходится больше работать, меньше дома проводить времени и оплачивать расходы, платить за жилье, за продукты. Все, короче, все дорого. Даже за тот же свет, за те же услуги, даже регистрация автомобиля. Так, в общем, в принципе на этом можно видео заканчивать, потому что это основной момент. Чтобы не лить воду, то можно уже в принципе дальше не смотреть. Но я хочу, чтобы видео было побольше. И я сказал, что причин много, да. Давайте я еще некоторые причины скажу, основные, по которым мы переехали. Но опять же скажу, основная причина это финансы. Мы решили купить дом. Это уже следующая причина, да. Именно в Калифорнии в этом году, где-то месяца 2-3 назад, наверное, 3 месяца назад, да, вот уже решили точно, мы хотим дом. Наверное, скорее всего, это благодаря некоторым таким моментам в совокупности. Это Дима мой друг, это вот мой автобус. Почему Дима и автобус? Ну, автобус я, вы знаете, я делал автобус, и постоянно я его делал. То на парковке, то возле магазина, то еще где-то. У меня не было места, где его делать. Я думаю, надо свой дом, надо свой дом. Как ни придут Диме в гости, у Димы там терраска, мангальчик, кто-то третий, десятый, я так подумаю, блин, да, классно. Вот если бы у меня был бы свой дом, я мог бы делать автобус, жарить стейки, приезжать домой, кайфовать, ремонтировать. То есть, в последнее время вы заметили, что я начал заниматься всякими там ремонтами, туда-сюда, что-то делать своими руками. А вот дом это то место, где как раз что-то хочется применить, свои руки. Вот, и, скорее всего, меня подвело к тому, что вот надо брать свой дом. Мы с женой были, в принципе, на одной волне. Мы решили, надо брать дом. Все, берем. Нашли риэлтора. На второй или на третий день нашли уже дом, пошли его смотреть. Дом стоил 300 тысяч. Дом был очень маленький, по нашим меркам. Но внутри был ремонт. Дом был старенький, где-то 60-го или 50-го какого-то года. Не очень в хорошем районе. В принципе, North Highlands, недалеко от нас. Школы там 3, 2, 5, чуть-чуть не выше пятерки. Но в чем прелесть этого дома была, что они... Там соседи были хорошие. То есть, там улица такая нормальная была. Сам район-то, сам город не очень. А вот именно улица нормальная. В принципе, мы готовы были там жить и готовы были его купить. Но аппрув мне дали на 270 тысяч. И мы такие думали, ну давай предложим там 290-280. Может, нам дадут. Добавим еще своих денег. Одолжим у кого-то, одолжим. В итоге... Короче, дом ушел за 320. Сейчас за дома дают больше, чем просят. То есть, на один дом приходит сразу 15 покупателей. И вот мы поняли, что мы не сможем купить дом в Калифорнии. Который мы, в принципе, хотим купить. С такой территории, как сейчас у нас здесь. То на такой дом надо было минимум полмиллиона долларов. Чтобы такие деньги заработать и купить дом, и дальше его поддерживать, и платить в билл. В принципе, можно трак-драйвером. Но не выходя из трака в 31... Там, не знаю, 25 дней в месяц стабильно надо работать. Работать только на дом. Никуда себе больше ничего не позволять. И оплачивать в билл и так далее. Кредиты на траки, на трейлера, на трак, на трейлер. И все расходы, в общем, все. И вот эта вся жизнь на 30 лет, короче, и так далее. Мы подумали, это не наш вариант. Могли бы купить, да, в следующем году, там, или через два года. Но постоянно цены растут, не угонишься, короче. Вот, все. И мы что-то с Димой, помню, общались. Ну, Дима, вы знаете, у них свой дом в Калифорнии был, уже нет. Они его продали. Мы такие, что-то он, что-то там про Андерсон говорит. И мы, бац, ту же секунду, все, решили, все, едем в Гриндл. Я захожу, смотрю дома. Блин, классные цены. Все, что-то на пятый день, что-то мы оффер поставили, все. Ну, ладно, это уже отдельная тема, другая тема насчет покупки дома и всего дальше. Я же начал про причины, я немного отклонился, извините. Причины, да, вот. Ну, это и есть причина, что мы не могли там купить дом, да. Могли, но я не мог себе позволить такие расходы. Это не наш, не мой стиль жизни. Не знаю, ну, это точно не мой. Я говорю сейчас про себя. Дальше. Работа на траке. Чтобы уехать и заработать, надо приехать на Иск Кост. Надо приехать на восточное побережье США. Вот сюда, где мы сейчас живем. И здесь как-то крутиться, либо на Минвест. Рейсы мы в последнее время, вы знаете, это было 3 недели в месяц, 4 недели, там, 2,5, не меньше, 2,5 недели. Чтобы можно было нормально заработать, заплатить расходы и так далее. То есть дома практически мало бывало. Ну, как мало? Нет, не мало. Я уезжал на 3-4 недели в рейс, а потом 3-4 недели дома был. Но из-за этого как бы и доходов особо не было. Ну, короче, понимаете, по уговороду, да. Рестарты. Раньше мы же умудрялись ездить без рестартов, в принципе. А сейчас рестарты обязаны делать. Я делаю рестарты. Я уезжаю в рейс, я делаю рестарты. И тратил на это времени где-то 5 дней, 6-5 дней. Я просто тупо был, где-то здесь в траке стоял на дороге, да. Сейчас я вот здесь дома. Вот сегодня я рестарт делаю дома. Завтра же я в рейс. Вчера я приехал с рейса, завтра я опять уезжаю. 4 дня был в рейсе. Я могу проезжать мимо дома. В общем, для трак-драйвера это прикольно, мне кажется. Но рано еще делать выводы. Я думаю, надо год-два пожить и посмотреть. Это мои такие первые впечатления, такие мои мысли. Поэтому, я считаю, и причины эти тоже. Далее, причины. Знаете, есть такие моменты, что вот ты живешь, вроде бы, да. Ну, вроде все хорошо, вроде классное место. Калифорния классное место, да. Краусный климат, классное местоположение. Есть все. Есть горы, снег, океан, озера, реки. Ну, все есть. Включи леса, пустыни, все. Классное место, да, не спорю. Одно из лучших, я думаю, в мире вообще это классное. До сих пор я буду говорить, что Калифорния это классное место, да. Но, несмотря на то, насколько оно может быть классное, оно может быть и ужасное. Что я о тебе хочу сказать? Что, ну, вроде ты живешь, все вроде классного. Все вроде силиконовая долина. Вроде есть возможности, куча денег в штате. Дорогой штат. Ну, ты не чувствуешь себя в этой тарелке классно. Что-то тебе все не хватает. Вот это чувство у меня было, реально. Это чувство у меня было. Вроде живешь, да, но вот что-то как-то вот... Не нашел ты себя, что ли, в этом месте, да. Ну, может быть, со стороны многим покажется не так. Там, то, что мы постоянно ездили и на сноуборд, и на океан, и туда, и сюда. Но в глубине души, знаете, в души внутренней, я не чувствовал себя, что это вот... Это мое. Мне всегда хотелось куда-то уехать, что-то поменять, что-то изменить. Знаете, чтобы ты приехал, приезжая домой, ты чувствуешь, да, вот здесь это твое. И у тебя не было мыслей куда-то свалить или что-то поменять. И ты бы хотел дальше развиваться, вкладываться, ну, например, даже в тот же дом. Так вот, в Калифорнии не было вот такого. Не знаю, будет ли здесь, поживем, увидим. Может, не будет, может быть, опять будем искать новое место. Посмотрим. Наверное, это тоже очень важный момент. Наверное, это один из важнейших моментов, я бы сказал бы. Русскоязычное население. Его там очень-очень много стало. И становится, люди туда постоянно приезжают. Английский язык выучить, это практически уже невозможно. Нереально, не знаю. Я говорю с моей колокольни, с моей точки зрения. У других может быть по-другому. В основном общение это русскоязычное. Куда бы ты ни пошел, магазин, какие-то другие структуры банковские, там, не знаю, еще. Вот реально, куда бы ты ни пошел, какие-то вопросы решать, везде будет русский человек. Автосервис, банк, магазин и так далее. Если ты там пытаешься на английском говорить и тебя не понимая, тебе сразу быстро приведут русского сотрудника. И ты им говоришь, нет, ребята, я хочу говорить с вами, именно с вами по-английски, потому что им нужно развиваться, им нужно учить английский. Они говорят, нет, нет. Они как-то это воспринимают по-другому, я заметил. Они не хотят париться, не хотят время. Приводят русскоязычного сотрудника. Он там по-любому будет, и не один. То есть, если будет толпа, из толпы там, ну, 50 человек, вот будет толпа там стоять. Из них, наверное, человек 10 по-любому будет русскоязычных. Здесь такого нет, вот реально, здесь такого нет. Сколько мы живем, вот так, чтобы выйти в магазин и увидеть русского, нет, я еще ни разу не видел. Ну, может, один раз, не знаю, реально. И, знаете, все, хотелось когда-то уехать, что-то поменять, что-то новое такое вот, начать с нуля, как бы. Ну, не с нуля, ну, можно сказать с нуля, да. Чтобы не было, чтобы поменьше было русскоязычных, чтобы был штат более там, город, чтобы соседи были побольше американцев. А парни-то мы жили уже, там 95% русских было, 90%, не знаю, не меньше. То есть все говорят по-русски. Это было прикольно, весело, да, но почему это дальше приведет, понимаете, годы-то идут. Стукнет мне 50 и что, а я ни одного слова не смогу сказать по-английски. Сейчас у нас все соседи, американцы, все, вот все, я не знаю, здесь ни одного в радиусе 4 миль, 5, нет, в радиусе 5 миль я не знаю ни одного русскоязычного человека. Ближайший русскоязычный человек, наверное, миль 5 живет от меня. Может быть, они есть, но я их не знаю, то есть я их не вижу. Для нас это челлендж, короче, такой, да. В общем, куда мы сейчас не идем, везде мы говорим по-английски, это классно. Школа английская, у Рината школа сейчас, в классе все ребята, американцы, ну, все говорят по-английски. И мы спросили, когда в школе кто-то учится из русскоязычника, они сказали, что в прошлом году один или два ребенка были, сейчас вроде бы нет никого. Вот это вот основные вот причины, почему мы приехали. У моей жены, наверное, какие-то свои есть причины, и у меня свои, и у нас все это собралось, мы решили уехать, да. В Калифорнии вот эти всякие законы, вот дурацкие всякие, вы знаете, да, очень много дурацких законов, из этого тоже, наверное. Но это, в принципе, я с этим мог жить, жил, меня это не парило, там, типа, там, сексуальное образование для детей, там, еще что-то. Я к этому относился ровно, в принципе, мне пофига, может быть, кого-то парило. Но я думаю, это тоже какую-то роль сыграло, знаете, она вот так вот, ступенька там, камушек на камушек, короче, так складывалось, сто, третий, десятый, в совокупности, ну, вот это вот все. Калифорния такая демократическая, она, она классная, да. Я не говорю, что она галимая, она классная, но она, насколько классная, да, короче, она, насколько классная, настолько галимая, в общем, так скажем. И с одной стороны, должен быть какой-то штаб такой, который принимает всех, да, и дает возможность людям жить и помогает. Должен быть кто-то, да, потому что эти люди не устроены, они, если сегодня им не помочь, они завтра придут к тебе домой и заберут у тебя, что есть, да. А так, в принципе, их там подкармливают, и они не ходят, наверное, не воруют. Хотя, вот не воруют, да, у нас в апартинтах очень много воровства было, прям пипец сколько много. У нас украли лично два велосипеда дорогих. Я не знаю, наверное, ни одного соседа, у кого, чтобы что-то не украли. Там каталики постоянно срезают, воровство везде. Везде, и даже в дорогих районах тоже. Полицейские на это особо не обращают внимания, потому что, ну, демократия, в общем, так. Если вас за руку прямо вот так вот не поймали, если вот полицейский рядом там не был, то, ну, считайте, что вам ничего не будет. И об этом все знают, и с обеих сторон, то есть. Это тяжело с этим жить, на самом деле, если ты хороший типа такой, да. Тем людям, которые этим занимаются, им, они об этом знают, что они пришли, забрали, им ничего не будет, потому что их никто не найдет. В 95% они придут, украдут, и они уйдут чисто, спокойно. Там не будет, пока вызовите полицейского, и вряд ли он поедет вообще на такие мелочи. Ребята, в общем, это основные причины, по которым мы уехали из Калифорнии. Если я что-то пропустил, я буду записывать в следующем видео, дополнять. Они, наверняка, есть еще, есть какие-то причины, если их нет, можно придумать. В общем, на самом деле, хотелось многое сказать, включился пылесос, и у меня что-то мысли уже все, начали отвлекаться. Еще момент. Если бы у нас был свой дом в Калифорнии уже, то, наверное, я не знаю, может быть, мы бы и не уехали. Может быть, чувство, как я говорил, что вот это твое место, 100%, да, оно, может быть, и было бы. А так как ты жил в апартментах, то такого чувства не было. Может быть, по-другому бы я сейчас говорил бы, и, возможно, мы вообще бы никуда не уехали бы. Но наши обстоятельства сложились так, да. Мы не покупали дом, не покупали, и не планировали в этом году брать дом, вообще не планировали, реально. Так получилось. Но об этом в следующем видео. Вообще будет очень много интересного такого видео, которое изменили нашу жизнь, изменили вообще все. Как-то резко все произошло, в этом году очень много событий, и я буду об этом всем все рассказывать. Так что подписывайтесь на канал, звените в колокольчик, там разорвите его, пишите комментарии. Все, всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok